Всем доброе утро, девочки мои! Вот такая погода у нас сегодня. Полдесятого утра, а на улице прямо пасмурно-пасмурно. И вот так вот будет у нас ближайшие несколько дней. Завтра ещё дождь пойдёт. Ну, воздух свежий, ветра нету. Это радует. Хотя бы что-то радует. Но очень серо, пасмурно. Дома тоже как-то так темно. Ой, пошла я купаться. Ещё раз всем доброе утро, девочки. Я искупалась и не стала укладывать волосы. Потому что волосы отросли, парикмахерские закрыты. Думаю, ну пока я дома сижу, никуда не хожу. У Настя сейчас каникулы, она к бабушке уехала. В общем, думаю, поэкспериментирую. Я решила, вот искупалась и не укладывала. Обычно я волосы вытягиваю расчёской. И как бы они у меня... А так они у меня вьются. Я решила, ну раз они вьются, пусть они вот так вот высохнут у меня. И ещё немножко гелем вот это закрепить. Посмотрим, что будет. Ну, потом будет чёрти что. Это я уже знаю. Но может быть не совсем чёрти что. Может ещё более-менее будет. В общем, напишите мне, как мне лучше. Укладываться, вытягивать волосы. Или можно так походить. Или может быть так тоже нормально. Но пока они мокрые, ещё вроде бы ничего. Высохнут. Будет вот так непонятно что-то. Вот. Я выходной вчера отдыхала. В субботу у меня Настя была целый день. Но я не снимала. Мы с ней решили не сниматься пока. Чуть-чуть какой-то перерыв сделать. Вот. И ребята отвезли Настю в деревню к бабушке. Пока вот эти каникулы, неделю будет она у бабушки. Они вчера вернулись. Привезли мне курочку домашнюю. Я её вчера разрезала по кусочкам, по кулёчкам. И хочу сегодня сварить куриный бульон. А я как раз недавно думала. Думала о том, что вот хочется сварить куриный бульон. Но именно из курочки домашней. Не такой, как в магазине продают. А прямо домашняя. Думала то ли суп сварить. То ли соус сделать. То ли что. Думаю нет. Для начала просто сварю куриный бульон. Прямо немножко наваристо сделаю. Хочется прямо бульона попить. Ну а потом, если что, потом придумаю, что ещё сделать дальше. Попью бульона. Может быть потом ещё что-то сделаю. Может так оставлю. В общем ещё пока ничего не придумала. Будет всё видно. Вот. Ну и чем я собираюсь заниматься. Я уже вам в предыдущем видео сказала, что на этой неделе из-за того, что мало как бы событий, мало куда можно пойти. Всё закрыто. Поэтому как бы по дому снимать особо много и нечего. Поэтому у меня будет теперь видео, допустим, не в течение. Я обычно двух дней снимала, а потом уже монтировала. Ну может быть сейчас у меня будет там захвачен третий день. И может быть видео будет не через день, а где-то через два выходить. Ну какой-то будет видимо перерывчик. Возможно. А может и нет. Я ещё точно вот не знаю как получится. Я просто не думаю пока, что у меня дома есть много чего такого интересного делать, чтобы можно было бы вам показать. Ну а может я что-нибудь придумаю. Ну пока что у меня сейчас вот есть какие-то задумки, что-то я хочу сделать, давно уже собиралась. И подключаю вас, будем делать всё это вместе. Ну а сейчас я пока что поставлю варить куриный бульончик. Только начала варить, вот пенку собрала. Я смотрю, такой уже наваристый бульончик получается. Может быть я даже соус сделаю, не знаю. Ну в общем пускай она сейчас убавила мощность, пускай варится потихонечку. Большое спасибо конечно и сыну с невесткой, и свахе спасибо, что подгон такой сделали мне. Я рада очень. Вот такой наваристый бульончик у меня получился. Я посолила, поперчила и лавров листик добавила. В общем полтора часа она у меня уже варится. Варилась с открытой крышкой, чтобы бульон был прозрачный и на тихом огне. Теперь я выключаю полтора часа достаточно и оставлю пока так. Поем с бульончиком курочку, а потом посмотрим, может быть я сварю какой-нибудь супчик дальше. Ну и вот наконец-то я решила всё-таки время потратить на то, чтобы перевесить эти картины. Я давно хожу вокруг да около этих картин. Мне не нравится как они висят, при том, что здесь висят они не все. Но я их повесила на те гвоздики, которые у меня там уже висели раньше, не стала новые бить. А у меня ещё есть несколько картин, которые я убрала. И вот я думаю, как бы мне их повесить. Я наверное их совсем сниму, разложу на полу, посмотрю. Вот у меня ещё картинки. Вот эти две рамки есть. Это я уже докупила. Заменяла я картинки, которые новые, последние у меня. Вот эти были цветные. Я их поставила сюда. А вот эти маленькие пока убрала. Ну думаю, что в ближайшее время мне не предвидится купить новые. Я обшарила все магазины. Вы сами знаете, была и где в Светофоре, и Галамарт. И Фикс Прайс, и в общем, в других магазинах нигде ничего не нашла. Сейчас всё позакрывалось. И буду я вот это ставить. Но не знаю, вот эти вот картинки, они в рамке 20х30. Картинка, она здесь идёт 15х20. То есть её в рамку можно поставить, например, и так же, как и вертикально. Так же можно вставить её и горизонтально. В общем, сейчас буду что-то придумывать, буду ваять. В общем, для того, чтобы что-то понять, мне нужно поснимать вот это всё. Из-за того, что одна картинка у меня нестандартного размера, вот эта 30х40, мне нужно будет её как-то сделать, обыграть, чтобы другие картинки вокруг неё тоже смотрелись. Положу всё это сейчас на полу. Но не пропадать же добро, девочки. Кстати, прическа у меня пока ещё нормальная. Вот как-то так, я не знаю, мне кажется, более-менее можно вот так повесить это всё. Самые красивые я хочу, чтобы были внизу. Ну, тут цветочки нормально будут висеть, и так вот, горизонтально. Там картинку я переверну, и, в общем, как-то так. Как думаете? Жалко, что нету прямой связи сразу с вами связаться. Там уже подсказали. Ну, у кого-то, может, какие-то идеи другие есть. Напишите. Можно будет это перетасовать как-то. Ну, пока так. Может быть, это ещё и не окончательное решение. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот как-то так повесила. Вот сейчас мне более-менее нравится. И все мои 8 картин здесь висят. Ну, пусть так повисят. А там потом будут какие-то ещё новые картины, будут перевешивать, может быть, опять. Смотрю повтор вчерашнего «Ты супер!» программы. Вчера я не сначала включила, а сейчас вот смотрю повтор уже. Уже пришло время ужина. На ужин у меня капуста. Я вчера потушила капусту, но не с колбасой, а с индейкой. Ну, хочу вам сказать, с индейкой это более диетическое получается, а с колбасой всё-таки вкуснее. Колбаса нежнее, чем мясо. Так, ну и решила добавить сюда домашней сметанки. Сметанку в этот раз я купила не очень жидкую, она быстро очень загустела. Поэтому надо её съедать уже. Вот с домашней сметанкой очень вкусно получается. Лежала-лежала, смотрела телевизор. Думаю, хочу я молочный коктейль. Хорошо, кстати говоря, очень удобная вот эта форма. Молока надо 200 грамм. Тут как раз 200 грамм. Маленькая такая вот домик деревни. Вот, один банан кусочки сделает. Ну и можно добавить по желанию варенье. Ну, только без ягод. Сейчас у меня вишневое варенье. Я пол столовой ложечки хочу кубинья. Добавить сюда. Просто, чтобы оно было вкуснее. И всё. Ну и всё. Я включила мой удар. И быстренько сейчас всё это собьём. Моментально поднимается. Всё, я думала, достаточно. Так, и всё. Любой вот этот налит в высокий стаканчик. Ох, сколько пен. Какая-то есть, есть. Ох, ну что надо. Всё, пошла я телик смотреть дальше, получать удовольствие. Всем доброе утро, девочки. День следующий. На градуснике у нас сегодня плюс 13. Небо серое, хмурое. Ну, тепло. Ветерочек, правда, думает. Ну, так, нормальная погода. Хотя дождик сегодня обещают. На завтрак у меня сегодня овсяночка, как всегда. Я проснулась уже давно. Часов 6. Так что пора уже и позавтракать. Десятый час. Несмотря на такая погода на улице, как будто уже темно. Так, и не забыть, надо выпить витаминку. Ну, девочки, вышла я на улицу. Решила пройтись до магазинчика. Надо хлеба купить и фрукты. Там немножко овощи, ну так, по мелочи, в общем. Погодка, я вам хочу сказать. Вот здесь вот прям за домом вообще ничего не дует. Так тихо, классно. Вообще. Не знаю, может, постою чуть-чуть, подышу воздухом. У нас плюс 13, днем плюс 15, но пойдет скоро дождь. Поэтому я решила не ждать, выйти, сходить в магазин. А, кстати, обратите внимание, прическа. Это ж я вчера не укладывалась, да? Я вам сказала, что укладываться не буду, посмотрим. Я думала, сегодня будет ужас, ужасный. Ну, хочу вам сказать, не ужасный прямо ужас. А очень даже и ничего, и пойдет. Тем более, что я сейчас дома сижу целыми днями. Вот, так что укладываться не укладываться. Кстати, если бы я вчера уложилась, то сегодня, ну, примерно то же самое бы и было. А может, еще и хуже. Так, ладно, пошла я дальше. Ну, вот и все. Хлебушек я купила. И сейчас иду в палатку. В палатке и хурму хочется купить. И что-нибудь из фруктов еще посмотреть. Так. Хурма. И такая, и такая есть. Вот эта вот сладенькая должна быть. Сейчас я выберу вот эту. Виноград возьму, Кишмиш. 240 стоит. 200 стоит. А, 200. Я вижу вот это. А, это вот сюда. Ну, отлично. Так, и огурчики сейчас возьму еще. А что еще хорошего тут? Сейчас я посмотрю. Мандарины 150. А это мандарины чейные? ЮАР. ЮАР. Абхазия. ЮАР. Желтенькие Абхазии? Или вот эти вот Абхазии? Нет, это. Ага. Это ЮАР. Ладненько. О, гранат. Вот это вот. Вот это вот я что-то не распоняла такое. И яблочек разнообразие. Чуть-чуть огурчиков сейчас возьму. Розовый помидорчик есть. Классно. Все есть. Ну, вот и все. Купила я все, что нужно. Погода серая-престерая. Небо вообще беспросветное. Сирым-сиро. Какая-то скукотища. Как-то неуютно на улице. Дома уютнее. Иду домой. Чуть-чуть постояла, подышала воздухом. Все рядышком. Все, что нужно, купила быстро. Вообще, в магазине людей очень мало почти нет. И на улице людей почти нет. Ну, и правильно. Пусть дома все сидят. Чтоб не распространяли. Ну, вот я и дома. Ну, помимо хлеба. Кстати, только хлеб пятерочки купила. В ларечке взяла огурчики такие хорошенькие. Взяла чуть-чуть. Что-то их мало стало. Ну, мой любимый виноград. Кишмиш. Вот эту вот хурму хочу попробовать. Дяденька сказал, что она очень сладкая. Попробуем. Ну, чуть-чуть зелени взяла для супчиков. Хурма вот такая вот в разрезе. Очень сладкая. Прям вкусная-вкусная. Правильно сделала, что сделала именно ее. Ну, что, девочки мои. Вот так вот у меня прошло два дня. Ничего такого особенного я не делала. В общем, так. Без зеленичила. Но между делом, конечно, что-то там еще поделала по дому. Вот. И что я вам хочу сказать. Вот эти выходные дни. Вот так нам и предстоит провести. Никуда особо никуда не пойдешь. Все закрыто кругом. Поэтому, если у вас какие-то домашние дела есть. Ну, вспомните, что у вас какие дела есть. В общем, всегда можно найти себе какое-то занятие. Что-то по дому поделать. Вот. А я хочу видео на этом закончить. На завтра у меня есть кое-какие планы. Завтра уже начну новое видео снимать. И, надеюсь, оно вам понравится. Надеюсь, все будет завтра хорошо. Но заранее говорить ничего не хочу. Вы сами знаете почему. Вот. Ну, а сейчас хочу пожелать всем спокойной ночи. Уже добрый вечер. Уже вечер. И видео хочу на этом закончить. Пишите, чем вы занимаетесь вообще вот эти выходные и дни праздничные. Может быть, кому-то я помогла вспомнить о каких-то домашних делах. Ну, желаю вам всем хорошего настроения, девочки. Пишите комментарии. В общем-то, прощаюсь с вами. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok